Нижникамцы штурмом берут МФЦ. Партию людей запускают внутрь здания. Все они спешат получить заветный QR-код. В связи с новым постановлением у многих возникли проблемы. Например, у этой женщины нет доступа в личный кабинет. Я в этих делах не разбираюсь. У меня сын молодой, 19-летний. Он больше разбирается, чем мы. Он не смог туда установить доступ к аккаунту. И он мне сказал, иди вон туда, МФЦ. И вот я пришла, не знаю, кому обратиться и куда обратиться. Буквально через пять минут очередь на улице выросла снова. В числе ожидающих много пенсионеров почти у всех. Кнопочные телефоны дома, компьютеров у большинства нет. Все перечисленное относится и к Марии Хазиахметовой. Мне надо в пенсионный фонд идти. Вот у меня подходит в пятницу. Мне нужно... Не пускают. И уже пятерочки. Нигде уже не пускают. Телефон простой. Нужна вот справка. Вот пришла я уже больше полчаса стою. Какого? Там, наверное, человек стоит. Состре звоню. Она говорит, я уже сейчас там сижу, чтобы справку взять. Вот как это вот быть? МФЦ в последние дни с трудом справляется с наплывом посетителей. В день вместо привычных 180 человек обслуживают около 800. Поток наверняка был бы меньше, если бы люди знали, что QR-коды получить здесь невозможно, говорят специалисты. В личном кабинете хранятся данные заявителя, поэтому доступ в нем возможен только заявителю. У нас доступа к личному кабинету нет. Поэтому мы можем предлагать им до сетевого компьютера, где они самостоятельно восстанавливают пароль и заходят и уже распечатывают. Разумеется, распечатывают люди за свой счет. Специалисты могут только помочь, подтвердить учетную запись или восстановить доступ. Сегодня посильную помощь пенсионерам стали оказывать представители молодого поколения. Сотрудники нашей телекомпании распечатали сегодня четыре QR-кода. А вот Гуля Асулкаева обратилась к председателю СТОС Юлии Руденко. Я с этим первый раз столкнулась. Даже слова не знала я. Нам никто никогда ничего не говорил. Вот сегодня я услышала. Оказывается, надо щип, что ли, вот как. Вообще человек может, во-первых, обратиться сначала к своим родственникам, к своим родным, близким. То есть дочери, мамы, папы, там, я не знаю, как бы, да, если у них не получается, то, естественно, нужно обратиться, можно, к старшим по дому, либо к нам. Опять же, председатели СТОС работают только с теми, у кого есть доступ к порталу госуслуг. В МФЦ напоминают, что подтвердить учетную запись можно в режиме онлайн, через любое приложение мобильного банка. Правда, у большинства пожилых людей их нет. По нашей информации, в ближайшее время к работе показанию помощи пенсионерам планируют подключить волонтеров. За последние дни QR-код стал мегапопулярным. Сейчас этот вид документа порой даже важнее, чем паспорт. В связи с новым постановлением даже стали появляться новые профессии. Так, на одном из сайтов объявлений требуется контролер QR-кода. В зарплату обещают от 20 до 30 тысяч рублей. Можно найти и такие объявления, как доставка еды из ресторанов для тех, у кого QR-кода нет. Александр Халян, Булат Абдульманов, Новости НТР.